Доброго времени суток, уважаемый любитель шахмат. Вас ожидает на удивление скучный ролик, а это шестая партия турнира в Риге. Да, и на доске вы видите главную позицию современных шахмат. А данный ролик, возможно, ответит на вопросы возмущённых зрителей, потому что эта партия первая из всех моих партий за весь турнир, насколько я помню, транслировалась в интернете, и, как вы видите, справа довольно сильный неплохой соперник был. Но партия закончилась быстро и бескровно ничьей. Причём в позиции, которую компьютер оценивает серьёзно в мою пользу. Ну, в данном ролике я попытаюсь, во-первых, кратко рассказать о партии, а во-вторых, рассказать, почему уж, собственно, согласился на предложенную ничью. Ну вот, конь F-35, G3, D5. Кстати, это достаточно противный для белых порядок ходов, потому что в мой аэпертор входит, например, вот эта позиция. Мне кажется, тут вообще в этих позициях всё абсолютно одинаково, нет? Да, и тут я, собственно, бью на D5, получается такая позиция, в которой, мало того, что у белых большой оперез, так ещё и чёрным крайне тяжело здесь наладить серьёзную контр-ыгру. Ну, в частности, можно посмотреть партию, мою же партию против сильного... Таксиметричной же позиции. ...элитного уже даже гроссмейстера, молодого гроссмейстера из России, Владимира Федосеева. Там была конь C6, кунь E5, и я получил довольно существенный перерез. Также партия закончилась ничью. Есть более сильный ход кунь E4, но это уже, в общем, нюансы, в которые мы не будем углубляться. А суть порядка ходов, который случился в партии, в том, что мне не так легко... Если ты чёрный сыграет G6, мне не так легко получить ту позицию, ту структуру, к которой я стремлюсь. То есть, на G2, кунь E6, ну, важный момент, что если конь C6, то мне кажется, что самое сильное, самое точное за белых, перейти в защиту грунтов или с переменной цвета. Вот знаешь, я, кстати, всегда думал, может быть, ты мне подскажешь, если белые расставляются как страндики, ну, только, ну, белыми, а не чёрными, дебют называется страндийская атака. А как вот это вот назвать? А так как Грэнфельд, да, ну, как-то не звучит. Ну, нет чё, значит, ну, теоретического названия. Вот это вот. Ну, так ты можешь его придумать? Ну, я придумаю толку. Ну, что толку? Я его закламирую и постепенно, постепенно. Ну, это не сработает. Ну, хорошо, ну, это вообще... Феникс, мне 300, а не 2 миллиона 300. Так и скажи, что у тебя нет никакой фантазии. Ну, да, да, да. Зря я тебе ставил 10 баллов. Вопрос. Так, давай ближе к теме. Ну, вот. Мы стараемся как можно побольше делать этот ролик. Говорим всё какую-то чушь. Правильно, партия 17 ходов. 2,0, G6. То есть, и вот тут вот такой момент, что хотелось бы получить, опять же, структуру, по которой я сказал, с размененной рапешками С, но не совсем очевидно, как это сделать. То есть, если пойти D4, тут опять получается гринфер с переменой цвета, но у чёрных нет кринанса 6. То есть, С, Д4 и слону 7. Здесь белый может играть С4. В белых есть, может быть, перевесик, но, мне кажется, скорее чисто номинальный. И серьёзных проблем поставить не получается. Кроме того, я крайне плохо знаком с этой позицией. Поэтому, на самом деле, что довольно, в общем-то, на мой взгляд, недопустимо, за доской я начал думать вот уже после четырёх ходов. И придумал такой вот немножко странный ход С3, который, однако, в дальнейшем полностью оправдался. На самом деле, ход неплохой, я даже не прочь его когда-нибудь повторить. Слон G7, D4. Вот тут какой нюанс. То есть, с одной стороны, кажется, что чёрные просто могут трокировать, и я не получаю нужную структуру с размененной пешками С, и вообще невероятно, какой белым делать следующий ход. Так, на самом деле, эта позиция уже встречалась, и в частности, встречалась в партии Карлсон-Корона 2013 года. Карлсон тогда уверенно выиграл. Это получилось после ДЦ. И вот, как ни странно, чёрным не так легко отыграть эту пешку. Быть B4? Что-что? Ну да, если чёрный как-то будет на воде, то просто B4. По ситуации, может, ещё 2-3 варианта. То есть, например, условно говоря, вот такой вариант можно рассмотреть. Вот B6. Ну, тут B4, возможно, но даже можно как-то так попробовать. Мне кажется, что белая довольно интересная позиция тут. Несмотря на, казалось бы, силу двух слонов, мне кажется, что именно белая тут сильнейшая сторона. Ну вот, а на другой напрашивающийся ход конь Е4, а последний слон Е3. Потому что B4 подталкивается на конь БЦ3. Эту пешку снова не так легко зацепить. Ну, в общем, опять же, это всё в партии не случилось. То есть, ход 2-0, мне кажется, не очень силён за ответ от ДЦ. А если чёрный играет СДЦД 2-0, то получается как раз та структура, о которой я говорил в начале видео. Мне кажется, с небольшим перересом у белых. Поэтому мой соперник сыграл 3-4-6. Сыграл довольно быстро, но я не был уверен, что это подготовка, о ней провязаться. И после партии в анализе Михаила, или Михаил, даже не знаю, как лучше его называть, украинский игрозмейстер, ну, Миша хорошо, подтвердил, что, мол, действительно сыграл так, просто потому что не хотел разгрузки. Тоже ничего не знал. Здесь я погрузился в глубокие и продолжительные разумья минут на 15. Дело в том, что в самом белых широкие выборы, особо плохих ходов тут нет. То есть, можно сказать, ДЦ, это была моя первая мысль, на ФС-5, КН-3. Просто потом слон Е3, но ещё у нас чуть больше пространства, у белых немножко больше развития. Может быть, есть планы ладятся один С-4 и сыграть. В общем, интересная полиция. Тоже объект для будущих исследований. Ну, и ход С-4 весьма любопытен. Казалось бы, белые вот идут на ту позицию с скрытым размененным центром, причём с потерей темпа. То есть, ферзь вчера уже на Б6, а не на Д8. Но он большой вопрос, где Ферзи стоят лучше, на самом деле. И С-4, это неплохой шанс побороться за перевес, с брайами и за инициативу. И вот тут вот получился довольно интересный момент. Мой сперлинг надолго задумался и посчитал довольно длинный вариант, но оказалось, что всё-таки один ход в нём не досчитал. И это... Ну, на самом деле, не модерно, потому что вот ключевой ход в этом варианте сейчас седьмой, а ключевой ход получается на тринадцатом ходу. То есть, когда полиция будет уже иметь совсем другие очертания. И поскольку ход С-Д не совсем... Ну, не совсем уравнивает не до конца, может быть, всё-таки лучше было сыграть Д-Ц. И здесь после К-А-3 тоже достаточно сложная позиция, но мне кажется, у Чёрных чуть больше шансов добиться полного равенства. Потому что после С-Д, а сыграл кумбит Д-4, ну, прямая угроза С-Д создана. А вот, кстати, сказывается положение Ферзя на Б-6. То есть, будет Ферзь на Д-8, Чёрным сыграли бы два ноля сейчас. И на С-Д просто был бы ответ конь Д-5. А теперь, если сыграть два ноля, то это как-то крайне лишняя пешка. И даже если взять на Д-5, то, во-первых, конь С-Д есть неплохой ход, после чего Ферзь снова будет попадать... Так, а почему его взять? А, слон конь висит, понял. Ну, тогда конь возьмёт на Д-5, а конь на Д-5 это лучше, чем слон на Д-5. Ну, можно просто взять, и даже эта позиция, она... Да, вот есть тут удар С-Д-6 или всё-таки слишком рискован? Наверное, есть. Как думаешь? И дальше? Ну, она отход в Ладе. Ну, то есть, есть ещё С-Д-2 надо проверять, и Ферзь Б-2, ну, предположим, Ладе отошла. Так. Ну, С-Д-3. Так. А, ой, прошу прощения. Ну, та же, та же, та же Б-Ц. Е-6. Е-6. Да, и, в общем, вариант заканчивается довольно бесперспективной позиции за белых. Да, значит... Значит, всё-таки, скорее всего, надо играть конь Б-Ц-3. Потому что можно тут не играть с Н-6, можно тут сыграть конь Ц-3. Но это уже совсем не то. Согласен. Может быть, тут уже чёрные боятся за... Да, ну, тогда конь Ц-3. Взяли, взяли. То есть, Ладе отошла Б-6, скорее всего, буду попадать под удары. То есть, Ладе отошла Б-3. Ладе отошла Б-1, Ферзь Б-3. У белых небольшой перевес. Мне кажется, что такое я и планировал в реме партии. Ну, а последовало Д-Ц. То есть, это принципиально, но видимо... Всё-таки слабо. Ко-ня-3. Ко-ня-3 здесь вообще во всех вариантах, да? Не, ну, знаешь, ферзь на Б-6. То есть, он как будто специально подстарался под этот темп. То есть, если сейчас чёрный просто играет Д-0, то да, конь Ц-4. Ну, и у белых больше развития, и сейчас ещё ферзь будет гадать по всей доске. То есть, у конь Ц-4 сильный и идейный, но вот чуть-чуть не срастается. В чём идеях у конь Ц-4 достаточно очевидно, чёрный просто вскрывает слона, и теперь конь Д-4 под боем. Е-3. Да, Е-3, но Е-3 из общих соображений ход не очень точный, потому что сильно ослабляются белые поля. Запирается слон, и вообще ход выглядит так немножко хорошо. Но тут есть, понятное дело, что конкретные соображения. Белые хотят взять на Ц-4 с темпом по-прежнему. То есть, конь Е-5 ход полувынужденный. Но Ф-4 сразу же. Да, и вот тут вот Миша считал, что у чёрных уже, наверное, получше даже. Потому что, ну, опять же, из-за конкретики, в которой слегка просчитался. То есть, чёрные смотрели такой вариант Ф-4. Ф-4 была сыграна в партии. Конь Ц-6. Ну, и если сейчас белые не бьют на Ц-4, то у них просто хуже. Ещё он так, не просто хуже, а, возможно, полувыигранно вообще уже. То есть, ну, по крайней мере, позиция белых крайне неправильная. То есть, можно Ф-5, Ф-6 пойти, и потом слон выкатывается на Е-6. Пешки Е-3 на Ф-4 стоят очень плохо. То есть, и король расслабляется, и развития белым не хватает. Слон на Ц-1 затуплен. Крайне противная позиция. Но вот, к счастью, белый находится промежуточный ход конь Ц-4. Тут, казалось бы, Ф-5. Ну, опять же, даёт чёрный перевес. Потому что напали на Ц-4, и напали на Д-4. Если взять на Ц-6, то опять у белых неприятная позиция. Ну, вот, находится сильное конкретное возражение. На Ф-5, Б-3. И вот что здесь чёрным делать? А с какой идеей? Просто с коня защитить? Ну, защитили одного коня, но, казалось бы, оставили другого. Под боем ещё лодью подставили под рентген. Ну, пробить много раз. Ну, с кого начать? С коня. Ну, то есть, если сейчас едет, то просто Ферзь Д-4 и чёрный выигрывает. Но у белых есть сильный ход С-3. А, отвлечение. Да. И после этого белый возьмут на Д-4. То есть, и ладья не теряется, и вообще ничего не теряется. А чёрный Ферзь попал под темп. Ну, и эта позиция, мне кажется, уже с очень-очень значительным перерезом, как ни странно, именно у белых. То есть, немножко такая противоестественная вся вот эта геометрия, С-B-3, С-3. Ну, казалось бы, белый вскрывает сами себя, но вот всё-таки шахматы. Конкретная штука. Всё срастается. Вот, поэтому... Резко, правда? Ну, иногда срастается. Играете в шахматы, чтобы у вас иногда срасталось. Да, очень хороший лозунг. Ну вот, поэтому уже после Кубица-4 Михаил разглядел вот эту вот идею с Ферзь А5-B3. Сделал ход Ферзь А6, хотя, наверное, делать было у него не очень приятно. А, ну и вот вкратце ещё забыл упомянуть, что после Ферзь А5-B3 чёрный могут царать слон Д-4. Тогда уже хода слона А3 нет. Потому что просто слон Е3 будет. Но есть ход Е-Д, и теперь если конь Д-4, то слон Е3 с победой. Если Ферзь Д-4, то взяли-взяли, слон Б-2 и... Ну, нет. Слоны, конечно, просто разрывают. Скорее всего, просто чёрный без фигуры остается, ничего уже не сделаешь. Да, поэтому пришлось играть Ферзь А6. Вместо Ферзь А5 последовало Б-3. 2-0, слон Б-2. Белых по-прежнему позиция в некоторой степени ослаблена вот этим движением пешек Е и Ф. Но значительный перес пространства здесь перевешивает. Д-8, Ферзь Е2. Ну, конь на Б-8 не удел, то есть чёрным пришлось уже снимать напряжение. Е-Д-Е6. Ты прям любишь эти изоляторы постоянно? Да, дело в том, что Е6 ход крайний, но... Такой ход, которого делать не хочется. Хочется сделать ход слон Е6, чтобы установить белопольную блокаду. Но именно на ход слон Е6 я очень надеялся. И уже, на самом деле, по, скажем так, по мимике соперника догадывался, что он собирается его делать. Конь А5, нет? Ну, конь А5 немножко странная идея, потому что, во-первых, ты отдаёшь коня, а во-вторых Ферзя. А, понял. Да, ну... Где-то конь А5. Ну, нет, на самом деле, тут опять же... Полянцы уже чёрный плохой король, но как ни странно. То есть, на 1-6 играет Д-5. Ну, вот... Что дальше делать, совсем понятно. То есть, ну... Если перебились много раз на Е7, отваливается. Ну, то есть... Ну, побил он на Д-5. Сейчас. Ну, да. Взяли? Ну, ещё взяли, взяли. На Д-5? Не, погоди, брать... То есть... Наверное, можно брать на Д-5, но есть же более сильный ход к ЛДД-1. Угу. Ну, конь С6. А, С-С-С, да. То есть, идея такая, что если С2, то Ферзи-5. А если С4, то всё равно Ферзи-5 теряется на Д-8 в конце варианта. Если Ф6, то Ферзи-7. Если Ф3, то Валь тоже ЛДД-8. То есть, в конкретике сейчас расстается, хочется пойти Е6, но на Е6, Ф5. Вот этот мощный удар. У челюсти. И на ЖФ ЛДД... На ЖФ можно просто взять на Д-5, и вся эта структура рассыпается. Я думаю, там ЛДД-5 уже образовался. Даже можно ЛДД-5 пробовать, но просто нет резона. То есть, без этого позиция очень хорошая. Если взять на Б-2 сначала, то это, по сути, ничего не меняет. То есть, я, если честно, ещё думал, что есть ход Д-Е, но на Д-Е... А Д-Е тут какие-то нюансы были, не ошибаюсь. На чём, со слона 1, нет? Да, слона 1, Е... Ну, в промежуток. Да, взяли. И вот я думал, что тут очень много компенсации, но у него какой-то... Я, к сожалению, сейчас не помню, какой-то очень сильный ход был на самом деле в этой позиции. Может быть, Е6? Да, немножко странно. Или Ферзь, осталось, Ферзь 6. Ну, Ферзь, 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 что ли? Нет, если Ферзь Е6, то я могу взять на Е6 и взять на Б7. У меня лишний материал. А так, видишь, Ферзь, Ферзь, я не успеваю забрать на Б7, потому что лишняя... Висит, висит на 1. Ну, то есть, да, то есть, то, что ладья отваливается на 1. И если ладья уходит, то гонится 6. И тоже у белых много компенсации, но всё-таки уже не совсем то. То есть, ну, согласитесь, с Ферзьом на А6, с Ферзьом на Ф6, то есть, это две разные позиции. Но на слон бьет Б2, я думаю, многие уже потеряли нить повествования. На слон Б2 белые просто бьют. Опять по аналогии с предыдущим вариантом. Ладья Д1, Е6, Е5. Утерпеть такое невозможно. Брать, взяли, Ладей, Кун, Д3. И у черных две лишние пешки, но это такие дрова и такой ужасный король, что, мне кажется, с позиции белых выигран. Ну вот, поэтому Е6 не проходит по конкретным соображениям. Пришлось надёжно блокировать пункт Д5. Ну, относительно надёжно путём Е6. И вот тут вот я задумался очень долго. После Е6 последовало предложение ничьей. То есть, я продумал минут 10 и согласился. То есть, когда на спирме только сыграл Е6, я был в полной уверенности, что у меня серьёзный перевес. Что на самом деле правда. Однако, чем дольше я смотрел, тем как бы меньше мне это всё нравилось. Потому что, ну, предположим, делаем за белых два пустых хода. То есть, даже не учитывая то, что чёрные могут... В общем, если дать чёрному развиться, то позиция может... То позиция, видимо, не просто равная, а уже чёрный не сыграет на перевес. Потому что конь идёт на Е5 или на Д5, а слон через Д7 и С6. По-моему, цветной нот был, нет? Нет, цветной нот не было. Было около 30 минут ещё. Ну, это не очень много времени на 23 хода, но и цветной нот назвать нельзя, конечно. Проблема была в том, что... Я понимал, что мой единственный шанс на перевес это провести Д5 в какой-то редакции. Потому что, если чёрные смогут заморозить структуру, то у них не будет проблем. И... Ну, хочется пойти ладья А на Д1. Именно этот ход заведён в трансляции. На самом деле, этот ход сделан не был. Дело в том, что хочется пойти ладья А на Д1, но очень естественно выглядит. Но вот тут я по каким-то причинам не видел, что мне делать в ответ на на ферзе 2. То есть, казалось бы, очень... Ну, хамоватое решение. Какой-то компьютер, у меня здесь какая-то идея, да, была? Да, кажется, что... Ладья А3, по-моему, нет? Да, действительно, это Ладья А3. Ладья А3, я сказал, скажу, что отхода просто не видел в упор. То есть, я понимал, что хотелось бы, хочется как-нибудь поймать ферзя, но вот почему-то что делать? Опять, Ладья А3 ход выглядит немножко бессмысленно, потому что вроде как чёрные сыграют, просто сейчас уберут ферзя. Ну и казалось бы, ну что мы добились? Ну вот тут вот Д5 очень сильно. И несмотря на лишнюю пешку, позиция чёрных критическая. И вообще позиция чёрных просто ладья. Д3 критическая. Плюс полтора показывал, по-моему, да, бежок? Да, 1.4 или плюс полтора, но это не суть. Суть в том, что ухода Ладья А3 я не видел, а Ладья А1 пойти хотелось. Поэтому здесь я считал другие идеи. Сейчас на Д5 сразу. Но вот на Д5 сразу проблема в том, что мне чуть-чуть не хватает координации. То есть дело в том, что он соперник просто играет слон Б2, если не ошибаюсь. И вот что тут делать? То есть, ну, ферзь Б2 брать не хочется, потому что без размина на ферзе никакой атаки не будет. Де, к сожалению, ну, было бы заманчиво сыграть Де, то есть игнорирую какая-то слон. К сожалению, это просто зевок, потому что здесь слон Д4. Правда, опять же, не всё так просто. И вот, наверное, если бы не состоялось бы соглашение на ничью, то есть если мне не предложили ничью. У меня есть серьёзное положение, что я пошёл бы именно на этот вариант. Но в том случае, если вот я Д3 не нашёл бы. То есть здесь белый бьет. А ты бы не нашёл. Ну, я не нашёл бы. А вот эту же ферзь я видел. Скорее всего, пошёл бы на неё. То есть взяли-взяли. Д8. Король же 7. А почему не в шах в промежутке? А потому что сейчас вам нужно. В каком сентябре, какого же? Ну да, всё правильно. После того, как... Да, вот здесь вот. Не побили, но на Д8 шах в промежутке. Какой шах? Еф. Это же не шах. А, король же всё, всё понял. Хорошо. Не, ну, тем не менее, Еф хоть есть. Так сыграть можно. Почему бы и нет. И потом взять на С8. Ну, и взять на С8 тоже можно. Потому что если он бьёт на Е6, тогда всё равно слом бы С7. В любом случае. Но вот тут вот... Идея очень заманчивая. Но вот тут вот какой-то... То есть я собрался, по-моему, именно Еф играть. Тут какая-то загвоздка была. То есть король А7, конечно, играть надо. Он где-то С8. И по материалу у нас получается... Ну, у белого чуть-чуть не хватает материала. У них две ладья и слон за фигзе. При равном количестве пешек. Но у чёрных очень плохой король. И белые не рискуют. И вообще кажется, что рискуют именно чёрные. Тут вот какая-то... Ещё же висит на Б7. Да, но вот тут вот какой-то трюк был у чёрных. Сейчас пытаюсь его вспомнить. Ну, по виду, что кажется, что нету вот ничего такого. Может быть, какой-то ход А6. А5. А6 слон Б7. Ну, может быть, и там. Но я не могу вспомнить какой-то... Какой-то здесь практически трюк был чёрных. Почему я не считал, что это всё настолько хорошо для меня. И действительно, компьютер здесь 0 и пишет. Ты на ФРЖ-4 не пойдёшь, да? Не, на ФРЖ-4 под вилку. Да, ну, в общем, повисает неловкая пауза. Я предлагаю всем, кто очень интересуется тем, почему, собственно, была ничья, завести вот эту позицию на движок. И он вам расскажет. Что-то я видел про моё партию. Не ошибаюсь. Да, ну, наверное, на этом можно ролик закончить. Не, погоди, какой закончишься. Нажать на паузу, вспомнить и... Или вообще, прям вот так, здесь прям включи движок, какая разница. Вот, хорошо. Слон Д-4 взяли. Нет, именно на той позиции, где вот этот трюк. Ну, хорошо, это одна и та же позиция. Я Д-8, Д-7. А, может быть, и не одна и та же. О, точно. Действительно, тут же, как ни странно, чёрные не должны брать. Действительно, есть ход КОНД-7. То есть, вот эта позиция действительно выиграна, тут действительно никого от трюка нет. Ты осмотрел, осмотрел и недоумевал. Так вот, видишь, я же что-то тоже подобаю, что не похоже. Опять первая линия, смотря, обрати внимание. Ну, ты говорил А6, но по сути-то не влияет, в любом случае. Ну да, В1 на А7 закинуть, ну. Да, ну, в общем, на ЕВ есть такой, ну, очень неживный ход КОНД-7. То есть, чё ли, каким-то образом сохраняют все свои фигуры. Всё равно у белых неплохая компенсация, но... Алло. Алло. А, вот. Так, подвисывается, у нас кредита, чуть-чуть нажмём на паузу. Так, и мы возвращаемся. Да, и компьютер, вот, только что движок напомнил мне, как про какой трюк я говорил, безуспешно, в последние полторы минуты. Дело в том, что трюк случается не в варианте Е, а вот после ЛДЦ-8 как раз. Дело в том, что у меня такое ощущение, что после ЕВ КОНД-7 я видел, всё-таки, во время партии. А вот после ЛДЦ-8, ферзь Е6, сначала мне показалось, что вот это просто СЛОН-Б7 выиграло, и это действительно выглядит именно так. И вот трюк происходит вот в этой позиции, у чёрных есть ход А5. Чем-то напоминает на то, как Каякин зевнул вот сегодня, во второй партии Кубка Мира, финала Кубка Мира. То есть СЛОН не разрывается на две задачи. То есть кажется, что этим ходом мы поймали ЛДЮ, но на самом деле мы не поймали ЛДЮ, потому что он не может оторваться от своей ЛДЮ. Симпатично. И вот тут лучше уже у чёрных. Поэтому, если белые хотят играть на прогон, начинают играть Ф5. Но это я уже не видел, то есть может и нашёл бы, но даже в этом случае движок, как вы могли недавно видеть, показывает нули. То есть именно поэтому я не пошёл на эту позицию, хотя позиция была интересная и, может быть, стоила. С другой стороны, возможно, кто-нибудь из зрителей помнит, что следующий тур прошёл крайне успешно. И, возможно, именно за то, что в этой партии удалось сэкономить силы. Ну, в общем, сложно сказать. Да, но на этом мы с тобой прошли. Главное, главная причина соглашения ничего была в том, что я просто в этой позиции после Ферзе 2 я не видел очень сильного хода ЛДЮ Д3. Да никто его не видел, кроме того. Ну, почему? Ну, все, кто смотрел с движком, видели. Никогда машина. А вот мой собственный тоже не видел, да. Да, и вот, наверное, это наш первый ролик полчасовой из Риги, как вы просили подольше. Вот, в Сенеле в комментариях жаловались, где эти часовые ролики. Ну, смотри, получилось 25 минут на 17 садов. Ну, вот, смотри, следующий ролик будет длинный, я буду как с Видлер. Часами распинационного. В том, что я видел, даже если не видел. Значит, записывать мы будем не сегодня, а... Такая жалость. Засмотри, время ещё всего лишь полдвенадцатого. Да, всем спасибо за внимание. Продолжение следует...